Сброя, амуниция у дельников революции, фотодокументы. Тут же военная форма одразу трох армий часов первой сусветной войны Российской, Германской и Аустро-Венгерской имперы. Это была саправды пероломная эпоха, якая закранула лёсы миллионов человек. Иншая справа, что саправдных рэч в этих часов у Беларуси заховалась не вельми шмат. Уже редкость. Её можно найти только в основном у коллекционеров. Конечно же, скажем, в соседнем государстве, допустим, в Российской Федерации, возможно. У нас это весьма затруднительно, потому что впереди была известная война 41-45-х годов. И, конечно, такие вещи в основном либо уже очень надёжно прятали, либо старались от них избавиться. Выстава, присвеченная 100-годью Костричницкой революцией, суместный проект. Экспонаты предоставили непосредственно Музей военной славы, клуб военно-гисторичной реконструкции «Гонор Мундира» и коллекционер Валерий Грымашевич. Причинтуешь форму, зробленную хоть и по старым узоры, але у нас сейчас дополнили саправдными нагрудными знаками и узнагородами. Дарыши, представленные на выставе «Мундира» уже выкрыстовывались под час дымок военно-гисторичных стужек. И таки, поколь невядомы для наведывальников факт, 7-го листопада экспозицию на один день закрыть. Частка костюмов будет выкрыстана у реконструкции революционных падей, якую убачить в Мельчане. 7 ноября на территории Дворцового паркового ансамбля пройдет памятная реконструкция, столетию начала Октябрьской революции. Где ряд из этих костюмов, в частности, костюмы Красной армии, начального этапа, плюс Белой армии, временного правительства, будут олицетворять собой. Они будут участвовать в военно-исторической реконструкции. Присвеченная 100 годзю костюминской революции выставу, областный музей военной славы будет працевать до 10-го снежня. Олег Сентюров, Максим Савин, Игорь Марышенко, Телерадио, компания Гомель.